Диакон Виктор Юдин Клирик прихода святого апостола и евангелиста Матфея Русская Православная Церковь, город Лёвен, Бельгия Доцент Института апостола Иоанна Богослова, город Брюссель, Бельгия Наш приход апостола и евангелиста Матфея находится в крупном университетском городе, который сравним с Оксфордом Лёвен – это Оксфорд Бельгии В Лёвене есть целый ряд крупнейших факультетов, направлений Древнейший богословский факультет Наш приход в Лёвене имеет очень интересную историю Он появился сразу после революции, после того, когда целый штаб врангельской армии в конце концов переехал в Брюссель И многие из солдат и офицеров Белого движения в конце концов оказались студентами Лёвенского университета Так как они были православными, был основан православный приход в 20-х годах Который поддерживался католиками, хотя в то время отношения между католической и православной церкви были очень-очень сложны Но был такой очень известный просветитель, бельгийский кардинал Месье Который выдавал стипендии русскому студенчеству, чтобы они могли учиться на разных факультетах И на богословском в том числе Что касается института Яна Богослова в Брюсселе Это тоже очень интересная история Она связана с тем, как вам известно, Бельгия одна из немногих стран в мире, где православие призвано в качестве государственной религии Это значит, что у православия есть и свои права, и свои обязанности Что касается прав, они проявляются трояка С одной стороны, у нас есть возможность появления православных программ на бельгийском телевидении, радиовещании То, что происходит у нас с вами сейчас, оно вполне возможно с фламандским, например, телевидением И это происходит, есть владыка Афиногор, Вселенского патриархата, который отвечает за эти вопросы Второй вопрос, это вопрос о признании православных приходов в Бельгии Не все приходы, но некоторые признаны бельгийским государством В этом случае настоятель, как правило, оплачивается государством И существуют субсидии для работы прихода То есть это огромная поддержка для литургической жизни, самого прихода И проведения службы и так далее Третье звено этих прав, оно как раз сводится к возможности Именно преподавания православия в системе государственного образования А именно в школах, как в начальных, так и в средних То есть в государственных школах у нас существует предмет, который называется религия И во время этого предмета есть выбор у учеников той религии, которую он предпочитает То есть можно выбирать католичество, можно протестантизм, можно агликанство, мусульманство, иудаизм И неконфессиональная мораль, это в принципе атеизм, и православие Поэтому в школах, где православие преподается Преподают православные катехеты, которые получают образование именно в институте Иоанна Богослова То есть наш институт тоже официально признан бельгийским государством Хотя даже таких институтов два, потому что в Бельгии две основные общины, как вы знаете Фламандская говорящая и французская говорящая Со своим независимым законодательством Институт Иоанна Богослова, он это не столько исследовательское заведение, сколько именно преподавательское То есть в определенном смысле оно сравнимо с нашими семинариями Но акцент, он более такого пастырского характера Институт Иоанна Богослова как раз занимается и преподает Преподавание в нем происходит по системе Свято-Сергового института в Париже Филиалом, которым мы являемся Отношения между институтом Иоанна Богослова и Луэнским университетом хорошие Но отношения эти нужно еще развивать Дело в том, что институт Иоанна Богослова это заведение богословское, православное и частное То есть оно курируется именно сейчас так называемой епископской конференцией Бельгии Которую возглавляет вселенский митрополит Пантелеем А в то время как католический университет Луэни Это, конечно, католический университет И богословский факультет, он тоже в основном католического характера Хотя он тоже независимый, в нем очень сильные либеральные тенденции То есть это именно научный факультет богословский, а не конфессиональный До раскола университета в начале 70-х годов Луэнский университет, особенно богословский факультет, он как раз проводил линию доктрины Рима После раскола университет стал очень либеральным И даже богословский факультет, он стал очень критичным по отношению официальной доктрины церкви То есть он попал в немилость Рима Но с другой стороны он получил очень серьезную независимость И большинство профессоров, которые даже вот здесь присутствуют У них очень независимая позиция Большинство из этих профессоров не являются клириками католической церкви Отношение очень критичное и научное И я должен сказать, что очень интересно и нам следует поучиться в научном плане То, что методика подхода к научным дисциплинам на Западе, как правило, очень хорошо развита И если нам чему-то нужно у них учиться, это нужно именно учиться этой методике, методологии И поэтому, если бы я мог бы посоветовать что-то нашему богословскому образованию в этом направлении Это именно возможность обмена и контактов с западными богословскими факультетами Прежде всего на аспирантском уровне, начиная с магистратуры На уровне бакалавриата это, я думаю, не особенно нужно Ну, может быть, если есть контакты между определенными университетами, это всегда хорошо Но научным уровнем всегда это просто необходимо Если в двух словах рассказать о том, чем отличается организация научной деятельности В Европейском университете, на примере Луэнском университете И Российской системе образования Как вы провели бы параллели и наоборот, те моменты, где имеются разительные отличия Это очень серьезный вопрос, конечно, система организации образования У нас, насколько я понимаю, в России и вообще в православных странах сложилась старая система вообще обучения Это относится не только к богословскому образованию, а вообще к образованию Что у нас система пятилетняя, обучение, в окончании которой мы получаем, как правило, диплом Подобная система тоже существует, конечно, у нас в богословском образовании Она очень застывшая и традиционная, она приносит свои плоды Такая система существовала на Западе тоже и до сих пор существует в некоторых странах Но эта система на Западе более динамична И постоянно происходят изменения, которые соответствуют, как правило, изменениям вообще во всей научной среде Потому как богословские факультеты, как правило, они являются частью университетского образования вообще И поэтому дипломы, которые выдаются на богословских факультетах, они сравнимы с дипломами, которые выдаются на других факультетах Нужно помнить то, что люди, получившие богословское образование, они не обязательно становятся только клириками Но они могут заниматься пастырской работой, они могут заниматься научной работой, они вообще могут работать в социальной среде То есть на Западе есть большая открытость этих дипломов, этого образования богословского, чем у нас И поэтому тенденция такая в последнее время, опять же, что многие факультеты богословские вместе со всеми университетами Переходят на новую систему образования Болонских соглашений Я должен сказать, что система перехода довольно болезненная, потому как во многих университетах западных такая система раньше не существовала Бакалавриаты, магистратура, докторантура, которые не соответствуют нашей системе выдачи степеней, но и многим другим системам на Западе тоже Очень серьезный вопрос западного обучения, особенно в Оксфорде и Кембридже, это вопрос, конечно, тютерства Такая система существует, в принципе, во многих западных университетах, но она не во всех университетах развита Оксфорд и Кембридж как раз прославились именно системой тютерства В чем она заключается? Она заключается как раз в том, что каждый студент или исследователь, он работает прежде всего с одним человеком, с научным руководителем И этот научный руководитель как раз дает ему образование прежде всего То есть он дает ему задание написания определенных работ по разным направлениям Либо если существуют другие предметы, он помогает в написании этих работ Он проверяет, подсказывает, дает библиографию То есть вот это научная концентрация на этих работах В университетах, как Оксфорд или Кембридж Здесь такое требование написания письменных работ Там, скажем, каждые две недели нужно сдать работу Для этого нужно к ней и подготовиться, собрать материал И в срок прочитать весь материал И написать, и представить материал И всегда есть точный дедлайн В течение работы над такой письменной работой Существует встреча с научным руководителем Несколько раз, как правило, в начале В конце, а может быть и даже в течение написания работы То есть каждую неделю встреча с научным руководителем Таким образом, как раз каждый студент получает потрясающие навыки Именно письменной работы Именно самостоятельная работа, чего у нас, к сожалению, в России Я в научной сфере практически не увидел Ученые, как правило, получают эти навыки Уже после, закончив университет во время аспирантура, а то и позже Кроме того, что очень интересно в системе тьютерства То, что научный руководитель лично знает своего студента Как Христос, как пастырь знает тоже своих овец В этом смысле есть такое христианское звено В системе оксфордского кембриджского образования То есть, когда встречается студент со своим научным руководителем Как правило, раз в неделю, в течение одного часа Обычно это фиксированное время Научный руководитель не будет сразу спрашивать Написал ты работу, а покажи мне Сначала спросят, как у тебя дела? А чувствуешь ты ли себя хорошо? А есть ли у тебя страховка? А не волнуешься? А ты занимаешься ли спортом? Это вещи очень такого человеческого порядка Я вот помню, даже когда в одной из книг Митрополита Илариона, когда он работал с митрополитом В то время епископом Калистом Они работали очень серьезно на протяжении двух лет А потом в конце митрополит Калист, епископ Калист говорит Пойдем на реку и поплаваем на лу Пойдем на реку и поплаваем на лодках То есть вот это отношение к своему студенту Как к человеку, с которым у профессора есть личные отношения Они типичны для Оксфорда и Кембриджа Но, конечно, для того, чтобы такие отношения были Нужно, чтобы было у профессоров достаточно времени Для работы со своими студентами То есть это время, это вопрос финансов, времени и возможностей К сожалению, такой системы, как в Оксфорде и Кембридже В большинстве западных университетов нет Почему нет? Потому что студентов слишком много А профессоров меньше В Лувене, например, и вообще в бельгийских университетах Как правило, университеты принимают всех То есть нету отборочной системы, нет вступительных экзаменов А это значит, что на первом курсе, как правило, просто огромное количество студентов Которые там не должны быть Студенты отсеиваются на первых сессиях Но это значит, что профессор относится к студенчеству Которое сидит перед ним, как к стаду баранов И он знает с самого начала, что 80% из них он просто выгонит К сожалению, такое отношение, оно остается даже после первого курса И существует очень серьезная дистанция Я бы даже сказал, стена между профессором и студентом Во многих континентальных университетах Это большой недостаток системы, которая существовала Надеемся, что с переходом на баллонскую систему это улучшится Здесь есть тоже, правда, отличие в отношении к студенту со стороны профессора Между континентальным и англосаксонским миром Как правило, студенчество больше в континентальных университетах Их легко принимает, но с другой стороны профессора Со своим студенчеством не занимается В то время, когда в англосаксонском мире обучение платное и очень дорогое Поэтому и у профессоров тоже есть больше возможности контакта с студентами Такого обычного отношения, когда приходит первый раз студент к своему профессору И представляется, тот говорит, ну пойдем выпьем кофе С ним лично Для континентального студента это будет просто шок Профессор этого не делает никогда Только тогда, когда студент пройдет аспирантуру Уже может закончить свою кандидатскую или докторскую диссертацию Тогда они становятся более-менее на одном уровне И то профессора, как правило, не подпускают к своей жизни даже коллег в своей личной сфере То есть отношение очень отличается Спасибо 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 Спасибо